Бюджет 2015-го, как и в последние годы, будет социально ориентированным. Важно, отмечают депутаты, завершить начатые ранее в городе проекты. Это строительство социообъектов, ремонт сельских дорог. Обновленному городу необходимы большие вложения. Объекты нужно содержать. Модернизации требует и коммунальное хозяйство. Сегодня проект бюджета депутаты приняли в первом чтении. Пополнять городскую казну планируют за счет доходов от санаторно-курортной отрасли, строительной, хотя объемы по сравнению с олимпийским периодом и сократились, и за счет налогов, которые в казну должны поступать своевременно. Сегодня мы приняли в первом чтении параметры бюджета. Вы сегодня слышали, что в конце ледяного бюджета города Сочи будет 10 миллиардов 491 миллион рублей. Меняется экономика и должен измениться подход в том, чтобы мы нашли возможность увеличить доходы города Сочи. Проект бюджета детально депутаты еще раз смотрят на заседаниях комитетов городского собрания. И 26 декабря, на последней в этом году сессии, он будет принят в целом. Говорили сегодня депутаты и о предоставлении земельных участков многодетным семьям. На сегодняшний момент у нас около 2000 семей нуждаются в получении земельных участков. И только лишь около 250 семей такие земельные участки получили. То есть потребность составляет более полутора тысяч. Депутаты поручили профильным управлением администрации Сочи до конца года внести на утверждение сессии городского собрания перечень земельных участков, которые будут выданы многодетным в Лазаревском районе. А до марта 2015 года утвердить проекты планировки в Кудепсте и селе Верхняя Николаевка. Там будет выделено около 200 участков. Также народные избранники поручили городской мэрии продумать механизм дополнительной соцподдержки многодетным в виде компенсации части процентной ставки при получении ипотеки.